Друзья, что обычно бывает, когда кто-то макает нашу власть, наших высокопоставленных силовиков, генералов, знаете, как котенка в его лужицу? Что происходит, когда их ставят перед фактом грубейших ошибок, нарушений, преступлений? У людей, кто занимается подобного рода разоблачениями, кто ищет правду и успешно ее находят, возникают очень серьезные проблемы. Поэтому я прошу вас, пожалуйста, помогите распространить эту информацию. Чем больше огласки она будет предана, тем проще будет людям себя защитить. Поставьте под роликом лайк, напишите комментарий. А дело пойдет, речь пойдет о тотальном позоре Следственного комитета и прокуратуры. Помните, летом на Камчатке произошло подозрительное массовое вымирание морских обитателей. Причем местные администрации, чиновники постарались замять это дело, как будто ничего не произошло. На Камчатский берег, куда выбросило много тонн тушек, трупиков, морских звезд, различного рода рачков, планктона, осьминогов, каракатец, моллюсков, приехали трактора, уборочная техника и зачистил, зачистил, как будто там ничего не было, никаких мертвых трупиков не было. Их просто свезли в другое место, в кучу свалили, попытались замять ситуацию сразу. Потом экологи и журналисты продолжали бить в набат требовать разбирательства, расследования и вот. Следственный комитет считает версию природного загрязнения приоритетной в расследовании катастрофы на Камчатке. По данным следствия, повышение фенола и нефтяных углеводородов в Майской воде в Авачинском заливе наблюдается и аж с советских времен с 70-го года. Кроме того, у обратившихся к медикам с ожогами роговицы и першением в горле, там спортсмены занимались катанием на серфинге, на досках, вот у них возникли проблемы со здоровьем. Оказывается, у них не выявлено токсического отравления. Что же касается исследований тканей океанских обитателей образцов почвы, то в них также не обнаружено следов тяжелых металлов. Поэтому Следственный комитет сказал, ребята, никто не виноват, Министерство обороны, которое там рядом находится, военный полигон, и там же проводились военные учения, никакие танкеры, олигархов, которые мимо проплывали, никакая местная администрация, которая не следит, не выполняет свои регулирующие роли в контроле над экологической ситуацией, никто не виноват, ребят, это просто морские водоросли, выделили так много токсических веществ, что, к сожалению, морские обитатели задохнулись. Вы помните эту историю? Мы еще тогда не поверили ни слову из доклада Следственного комитета, но сейчас все стало просто очевидно и доказано. Через месяц после доклада Следственного комитета и пресс-конференции, берег Камчатки, где находили трупы морских обитателей, теперь покрылся соляркой. Следственный комитет счел, что это все было катастрофа природного характера, а вот местная жительница Елена Горонко сняла маслянистые пятна в бухте Крашенинниково. На вид солярка, запах нефтепродуктов был явный, следы разлива были на протяжении более одного километра, дальше я не шла, сегодня после шторма уже этого нет, у нас и раньше такое бывало, к сожалению. Летом вообще мазут собирали, поделилась рядовка девушка. Обращаться в надзорные органы она не стала, так как не верят, что с ситуацией будет разбираться. К счастью, кроме наших доблестных правоохранителей, следственного комитета и прокуратуры, есть независимые люди у нас в стране. В частности, ученые из МГУ заинтересовались вопросом и добились истины. Гринпис обратился в генпрокуратуру с требованием провести проверку Козельского полигона. Экологи предполагают, что именно он стал причиной катастрофы на Камчатке в прошлом году. Следственный комитет пришел к выводу, о чем мы уже сказали. Что это якобы фитопланктон, зацвели водоросли и поэтому произошло такое чрезвычайное происшествие. Однако, эколог Георгий Каваносян в пробах грунта с Тихоокеанского побережья обнаружил опасный токсин. 2,4-дихлорфенол. Я еще летом, как у меня все-таки химическое образование, я подчеркивал, что вот эта версия Следственного комитета, типа, раз в трупиках погибших животных не обнаружили тяжелых металлов, значит, не было токсического загрязнения, это бред севые кобылы. У нас ядов великое множество, и далеко не все из них содержат тяжелые металлы. 2,4-дихлорфенол, который мог попасть туда с Козельского полигона яда химикатов. При кратковременном воздействии на организм вещество как раз разъедает глаза, кожу и дыхательные пути. Также токсин может вызвать поражение центральной нервной системы. Все это объясняет симптомы серферов, о которых они заявляли в октябре прошлого года после выхода в океан. Кроме этого, наличие токсина может объяснять гибель водных организмов. Гринпис потребовала от прокуратуры проверить деятельность Козельского полигона и Камчатского министерства природы. А по сути, речь идет о том, что Следственному комитету и всем местным чиновникам, которые рассказывали о том, что это водоросли виноваты, А ведь дело было громкое, самому Путину докладывали, губернатор говорил, Ребят, все у нас нормально, все под контролем. А теперь, оказывается, все они лопухнулись. Они должны как минимум принести публичные извинения, а как максимум потерять должности. Ведь это ложь всему обществу, ложь начальнику, самому главному начальнику в том числе. И что, опять спустим на тормозах? Опять сделаем вид, что ничего не произошло? Почему тогда не были привлечены все желающие экологи? А экологов было много, кто говорил, давайте мы проверим. Почему проверка была неполной? Почему почва не проверялась в том числе? Почему только сейчас независимые экологи при помощи Гринписа все это смогли осуществить? Почему помимо того знакового отравления морских обитателей происходит регулярно выбросы солярки, мазута? Что происходит у нас с природой? Почему за это никто не несет ответственности? Хорошие вопросы, не так ли? А если вы думаете, что экология это где-то там далеко, и вас вообще никак не касается, и вы не верите, что воздух может приводить к онкологии, вот конкретная статья. Как минимум 10 тысяч россиян оказались без доступа к питьевой воде. Они топят снег и пьют из пруда. Из пруда пьют, понимаете? Топят снег или из пруда пьют. Пока марсоходы рассекают поверхность Красной планеты, русские люди сидят и угромо топят снег в кастрюле. По приблизительным оценкам рядовки, прямо сейчас учатся обходиться без привычной подачи воды как минимум 10 тысяч человек. Кто-то живет так уже пару недель, кто-то пару месяцев, а в некоторых деревнях воды не было отродясь. Выкручиваются кто как может, благо сообразительностью русский человек не обделен. 21 век. Спасибо, Владимир Владимирович. У нас мало того, что многие населенные пункты без газа, без мазута топятся углем или вообще дровями, так оказывается у них еще и воды нет. Вот это Россия 21 века. И причем, когда поднимается вопрос о том, что вообще-то у нас люди живут очень бедно, они не имеют элементарных благ цивилизации, некоторые всерьез в это не верят. Они говорят о том, что это какие-то выдумки, это все навальнизм, происки газдепа, или просто пытаются забыть об этом поскорее. А это реальность, в которой живут наши сограждане, наши бабушки и дедушки, наши родственники, и дети там тоже есть. С какими мыслями к родной стране, о каком величии может идти речь, какому патриотизму можно их научить, если государство на них плюет самым беззастенчивым образом? По данным Росстата, 13% от общей площади жилья в России не оборудовано отоплением. Под отоплением статистики понимают любой вид теплоснабжения, от центрального до личного или общедомового котла. Если в доме или квартире стоит печка или электрический обогреватель, это отоплением не считается. В сельской местности дровами, углем или электроприборами обогревает почти 30% жилфонда. В городах 7%. В городах, не в деревнях, в городах 7% квартир обогревают дровами, углем или электроприборами, потому что нет центрального нормального отопления. Если говорить не о квадратных метрах, а об отдельных квартирах или домах, ситуация выглядит лучше. В Росстате используют термин «домохозяйство», так называют людей, которые живут вместе и ведут общее хозяйство. 10 семей в коммуналке посчитают как 10 домохозяйств, а холостяка миллионера в личном замке как одного. По данным Всероссийской переписи населения, в России насчитывается 54,5 миллионов домохозяйств, из них 70,5% в 2018 году имели центральное отопление. А вот 4 миллиона печное, 4 миллиона домохозяйств, говоря по-русски, семей, 4 миллиона семей до сих пор топят печкой, дровами почти все, но некоторые, конечно, топят угольком. Друзья мои, Россия, 21 век, 10 тысяч человек без доступа к воде, 4 миллиона человек, я сам не думал, что такая большая цифра, дровами. Куда это годится? Как это вообще понимать? Друзья мои, это дно дна. Мы пробиваем его просто каждый день. То какие-то идиотские выступления пропагандистов, то какие-то новые законы, например, новая пенсионная реформа под грифом «Секретно». Надо просыпаться. Я приглашаю и напоминаю всем вам. 23 число. 14.00. Центр Москвы напротив Кремля. Боровицкая площадь. КПРФ приглашает всех желающих выразить свое отношение к происходящему в стране на мирную законную акцию. Встречи с депутатами. Приходите, я там тоже обязательно буду. В ваших городах. Посмотрите на сайте КПРФ, Левого фронта, других левых организаций. Наверняка уже размещена информация, где будут собираться. Друзья, просыпаемся, участвуем. Надо показать, что вообще-то мы есть. И мы, это не только там сторонники исключительно Навального. Я не верю, что Навальный и его команда могут сделать для России много хорошего. Правительство они сформировать точно не могут. Это не те люди, кому можно доверить такого уровня должности. Это должна быть серьезная команда экспертов, специалистов. Сейчас это, естественно, левое. Левое движение должно получить власть. Есть оно у нас в стране. Есть люди, кто не за свой карман, а ради народа. Вот серьезно, где все эти люди? Сейчас вам точно не надо ехать на дачу, в деревню, в огороде горбатица. Сейчас? Пожалуйста, 23 февраля. Выходной у всей страны. Проявите свою позицию. Приходите на согласованные встречи с депутатами в ваших городах. Участвуйте. Давление на левую позицию беспрецедентное. Аресты, задержания, штрафы во многих городах, лишь бы этой акции не допустить, лишь бы она не стала массовой. Я призываю всех проснуться, активизироваться, самоорганизоваться. Только такими действиями мы можем пробудить общество, остальное общество, которое увидит, а, оказывается, есть такие люди, оказывается, я не один думаю, что все плохо. Надо показать людям сигнал, что мы готовы, что мы есть, что к нам нужно присоединяться. Люди с радостью присоединятся, когда поймут к кому. Только вместе мы сила. Прорвемся. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok